Краевые власти готовы помочь в реконструкции Осамовского особняка, правда, при условии, если администрация Наукограда присоединится к решению проблемы и внесет свой вклад. Однако в городской казне сегодня нету средств даже на подготовку проектно-сметной документации. При этом, по примерным подсчетам, капитальный ремонт памятника архитектуры обойдется больше, чем в 300 миллионов рублей. Можно вступить в программу вот эти краевые 80, было 80-80, 85 на 85, но может быть куда-то можно будет вступить. Видите, дело все в том, что краевое руководство говорит, что для того, чтобы начать что-то делать, город тоже должен пойти с таким предложением, что он должен софинансировать эти проекты. Но в городе ситуация тоже сейчас не очень, скажем так, приятная, тяжело переживает он этот период, поэтому, ну, может быть, край поможет. Капитальной реконструкции требует фасад, крыша, кирпичная кладка в подвальных помещениях. Состояние остальных конструкций купеческого особняка, межэтажных перекрытий, лестниц и несущих элементов необходимо дополнительно исследовать. И только после этого делать выводы о состоянии. Отметим, что усадьба купца Осанова, в котором сегодня расположен исторический отдел Бийского краеведческого музея, построена в 1914 году. С тех пор здесь ни разу не проводили капитальный ремонт. Первым этапом масштабных работ должна стать подготовка проектно-сметной документации. По предварительным оценкам, только она обойдется в 2,5 миллиона рублей. Таких денег в городской казне нет. Добавим, что найти средства на ремонт в администрации города не могут вот уже несколько лет. Краевое управление по культуре и архивному делу еще в 2015 году внесло памятник культуры особня купца Осанова в региональную инвестиционную программу. Это должно стимулировать скорейшее решение проблемы.